Всем привет, друзья! И снова с вами я, Еремус Монова. А это значит, что вы смотрите программу «Тусовка» на канале «Пятница 2.0». С нашей программой вы всегда будете в курсе всего самого интересного, самого позитивного, самого жаркого. А пока хочу представить нашего партнера – энергетический напиток «Тесла». Именно он заряжает меня позитивом. Итак, мы начинаем. Сегодня в программе. Вспомним все крылатые выражения из кинофильма «12 стульев». Лед тронулся, господа. Всем удачи! Будем петь в дуэте со звездой. Побываем на самом крупном автомотофестивале. Хорошая погода, впереди еще целое лето, и чтобы у всех все было супер! Познакомимся с рэп-исполнителем Лука Вайросом. Круто оно, ждали его долго. Супер, круто оно, все нравится! Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда бутылки Теслы со мной. Ведь она реально заряжает. В этом вы можете убедиться в нашем следующем сюжете. Отправляемся на вечеринку под названием «12 стульев». Может, тебе еще ключ от квартиры дать, где деньги лежат? Я уверена, что каждый помнит, герой какой книги говорит это. Да, вы правы, это Остап Бендербен и Бен Мария. Герой Ильфа и Петрова. Именно в тематике «12 стульев» сегодня пройдет наша вечеринка от компании «Тесла». Весется ветер жестокий, в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой, одинокий на фоне стальных кораблей. Сегодня у нас в ночном клубе «Шансон» увлекательная вечеринка под названием «12 стульев». Мы всегда радуем наших гостей. И сегодня каждый, кто пришел, сюда может попытать свою удачу. 12 выигрышных стульев, в каждом из которых лежат заветные подарки. Мы поблагодарим наших спонсоров и партнеров – компания «Тесла». Лед тронулся, господа. Всем удачи! Допустим, многие энергетики, они с высоким содержанием таурина и кофеина. В данном же энергетике низкое содержание таурина и кофеина и высокое содержание витаминов А, В и С. Но также этот энергетик абсолютно с такой же силой даст вам энергию, как и любой другой. То есть он отличается вкусом и качеством. В «Лайф» мы производим сегодня розыгрыш пластменного телевизора. Закричайтесь позитивом от нашего энергетика «Тесла». Всего вам хорошего и счастья! Мы ожидали, если честно, будет много таких, как мы, одетых костюмах, но, к сожалению, мало. Какая фраза вам больше всего запомнилась? Дорогие господа, лед тронулся. Да, эта фраза самая больше запомнилась. Но она очень интересно проводит. Мы хотим такого веселья, что никогда, как будто в этом клубе не было. Вот так что. Клево, тем более. На языку лета вообще прям в тему. Озидала ли ты, что ты выиграешь? Вообще билеты были не мои. Ну, в смысле, наши. Как бы не конкретно мои. Просто кто быстрее найдет. Я оказалась немножко сообразительнее. Помимо путевки, ты еще что выиграл? Энергические напитки от спонсора. Будем пить и радоваться. Очень здорово то, что запало. У меня день рождения. Такой счастливый билет. Очень счастливый. Вот за такой подарок. Спасибо компании HESPLA за такой счастливый билет. Всем спасибо. На этой тусовке мы определились с победителями и еще раз поздравляем их с призами. В курсе ли вы, что в этом году на премии Муз-ТВ лучшим дуэтом стала песня вдвоем в исполнении Макса Фадеева и Наргиз? Не менее интересные дуэты были и в короткой баре 40 на 40. Музыка. Музыка. Проект, как мы назвали дуэт со звездой, это для любителей, кто любит петь, более того, кто любит петь со звездой, мы организовали каждое воскресенье, сделает вечер дуэт со звездой. И вот сегодня как бы первый день, как мы это делаем, надеюсь, всем все понравится. Приглашенный гость сегодня Назгультов Топунова, замечательная певица, сегодня с ней будем веселить всех наших гостей, а также супергитарист, солист группы Style Mix, от дилет Оркенбеков, надеюсь, все будет хорошо, супер, классно. Первый раз, мне кажется, у нас в городе такой проект стартует, и очень приятно. Во-первых, поближе познакомиться со своими поклонниками, мы уже спели две песни, и одна из них была моя, мне, конечно, очень приятно. Удачи вам, удачи вашему каналу, всегда смотрю лично, просветание! Музыка манит, вновь улыбает, но пока летает, пока диджином играет, ага, ты мой движет, будь поближе, я все слышу, ага, кажется, нам уже нужно улыбить больше, ага, улыбкает огонь, вижу тебя за мной в пол, завтра все обернется сном, Вы знаете, со мной это первый раз, во-первых, чуть неудобно было, потому что звезда, она как бы, у нее свои тональности, тем более, это девушка была. Вот, а так мне очень понравилось, я пою, наверное, с детства, чисто на любительском уровне, никогда не хотел стать звездой, там, ну, может быть, были мысли в детстве иногда, а так, люблю приходить петь в караоке. Есть пару вариантов, которые я пою, это вот Байля Морена, есть песни Батархан Цукенова, могу спеть. Субтитры сделал DimaTorzok Во-первых, спасибо, во-вторых, это очень круто, я хотела это, вот и получилось, наверное. Расскажите, какую песню вы исполняли, и вообще, как вы ее выбирали? Город 312, просто я эту песню посвятила своей подруге, вот, и сама тоже люблю эту песню. Для тех, кто спал и отдыхал на выходных, мы продолжаем вспоминать, что же вы пропустили. А пока хочу напомнить, что вы смотрите программу «Тусовка» на канале «Пятница 2.0». Мы рассказываем обо всем самом интересном, что происходило у нас в городе за прошедшую неделю. Если вы пропустили нашу первую часть, то не переживайте, все сюжеты есть у нас на страничках в соцсетях. Заходите, ставьте лайки, комментируйте. А мы поехали дальше. Несмотря на жаркую погоду, рев моторов, атмосфера, мероприятие было и еще жарче, благодаря диджеям, которые даже на минуту не оставляли нас без музыки. Что касается оригинальности автомобилей, мотоциклов, всей колесной техники меня поразило. Что рассказывать, когда можно показать? Смотрим наш следующий сюжет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При виде этой красивой машинки вы будете думать, что я буду участвовать в Формуле 1. Нет, вы ошибается. Мы приехали на Автомотофестиваль. И таких машин здесь будет очень много. Первый в Кыргызстане такой масштабный Автомотофестиваль, который готовился полтора года и, наконец, он настал. Сегодня здесь выступают лучшие тюнинг-проекты Казахстана, России и Кыргызстана. Мы решили собрать всех в одно. То есть совместить Автомото и Open Air в одно целое. 80% это Кыргызстан, конечно. 10% это Казахстан и 10% это Россия. Категории такие, как тюнинг-квалити, драг-рейсинг, ретро, автозвук, мото, 4х4, то есть внедорожники. В первую очередь они бьются за то, ради чего они стараются, ради чего они делают, ради чего они живут. То есть для каждого из них здесь машина это многое. Вообще супер, мне все нравится. Я, честно говоря, первый раз, но прям под таким впечатлением. Занимайтесь спортом, любым, и авто, и мото, как бы спортом. Это всегда здорово, классно, весело. На фестивале все супер, обстановка, отличная погода, шепчет. Машины радуют, звук хороший. Вообще все супер, организаторы молодцы, я считаю. Я желаю всем победителям, чтобы они добились того, к чему шли все это время. Ну и в общем, чтобы у всех все было отлично, все на позитиве, хорошая погода. Перед них еще целое лето, и чтобы у всех все было супер. Очень хороший фестиваль. Не зря проехал 400 километров к вам сюда, повидал вас всех. Познакомился со многими, очень приятно. С 17-ми дисками, музыкой, Blaupunkt, система идет. И, ну так, по двигателю немного. Ну так, все, хорошая машина. Пускай будут все победители. И пускай все довольны уедут с этого фестиваля. Спасибо большое, мы желаем вам удачи. Справ. Отвечащий. Музыка 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 Я уверена, что у всех гостей остались приятные воспоминания о фестивале. А вот рэп-исполнитель из Казахстана Лука Верес, герой нашего следующего сюжета, остался недоволен своим выступлением, несмотря на полный аншлаг. Давайте выясним, в чем же его недовольствие. У нас снова гости из Казахстана, рэпер, который имеет достаточно большую аудиторию среди молодежи. И сегодня он выступает на сцене Оливье. Ну давайте поближе познакомимся с ним. Сегодня к нам приехал гость, исполнитель из Казахстана. Лука Верес. Я думаю, вот, здесь оказывается очень много людей его знают. Все ждут, все в ожидании. Мы сделали опрос в инстаграме у себя на страничке, и многие попросили вот именно его. Ну и мы выполнили. Смотрите, не переключайтесь, будьте всегда с ними, с нами, со всеми. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Да, вот, у него классные песни есть. А Тиля, мой друг, просто каждый день слушает его песню, особенно песню, она такая сонная в сером кардигане. Смотрите, 5.2.0, программа «Тусовка». Мы будем для вас здесь. ПЕСНЯ То, что все тащатся по нему, то, что он казахстанский певец, рэпер, он очень классно будет. Это пятый концерт, на котором я побывала, и, в общем, очень много людей, как вы видите. Вот, все очень классно, супер. Смотрите канал «Пятница». ПЕСНЯ ПЕСНЯ Публика очень нравится, я уже не первый раз здесь бываю, в Бишкеке. Очень тепло встречают, менталитет очень схож с нашим. Сегодня нас подвела очень сильно аппаратура, и произошла какая-то магия просто. Потому что ставили аппарат хороший, вроде бы мы его слушали, минут 20 был очень хороший звук, а потом что-то произошло. Что произошло, я не знаю, и никто не знает. Поэтому мы очень долго настраивали звук. Народ был на входе, ждал, получается. Мне это не нравилось. Никому это не нравилось, и все равно мы пытались отстроить звук. Но у нас не вышло настроить так, чтобы кайфанули и организаторы, и я в том числе. Мне сегодняшнее выступление очень сильно не понравилось. И это не останется осадком для меня, как это заведение, там, люди какие-то. Просто это мое выступление. Быть целеустремленными, уважать родителей. Здоровья желаю вам всем. Вот так вот мы здорово потусовались на прошлой неделе. Давайте узнаем, что же интересного нас ждет на этой неделе в нашей рубрике «Афиша». 23 июня в 19.00 во Дворце спорта пройдет тусовка в стиле хип-хоп под названием «На одной волне». Будут все представители хип-хоп-культуры в нашей стране. 23 июня в 18.00 у памятника «Токтоголоса Тулганова» пройдет концерт творческих коллективов управления культурой Бишкека с участием звезд карбинской эстрады. 24 июня в 18.00 в Национальном центре детей и юношества пройдет конкурс красоты «Дива Кыргызстана». На ваших глазах одни из самых красивых девушек Кыргызстана побьются за титул «Королевы красоты». 25 июня в 21.00 в баре «Чемодан Зусмановича», «Дмитрий Гайдук» и «Растаманские сказки». Проект «Растаманские народные сказки» существует с 1995 года, а с 1998 года сборник сказок издают российскими изданиями в печатной форме. На сегодня у меня все, но на следующей неделе нас ждут не менее интересные и зажигательные вечеринки. Надеюсь, увидеться с вами там. А вы не забывайте заходить к нам на странички в соцсети, ставить лайки и комментировать, ведь мы стараемся для вас и ваше мнение нам очень важно. И это была программа «Тусовка». Меня зовут Айгерима Смонова и мы благодарим за сотрудничество с «Зал красоты Оксаны Ким», энергетический напиток «Тесла» и бар на крыше. Увидимся с вами ровно через неделю. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!